Цифровая повестка дня в эпоху глобализации. По таким названиям сегодня пройдет форум, посвященный цифровизации экономик стран ЕС. В нем примут участие главы правительств Казахстана, России, Армении, Белоруссии и Кыргызстана. Участники встречи обсудят вопросы сотрудничества и этапы развития национальных информационных систем. Событие состоится в Алматы. Сейчас там находится наша съемочная группа. Мой коллега Иван Тулинов готов поделиться подробностями, известными к данной минуте он на прямой связи со студией. Иван, доброе утро. Какие ожидания у участников форума? Здравствуйте, Альфия. Ожидания от форума самые большие, так как вопрос цифровизации сегодня достиг своего пика и откладывать его решения в долгий ящик недальновидно, иначе может быть поздно. Сегодня над национальными цифровыми программами работают все пять стран-участниц Союза. Они будут представлены и обсуждены сегодня в течение рабочего дня. На дообеденное время назначена пленарная сессия с участием премьер-министра Казахстана, глав правительства СНГ, председателя коллегии ЕЭК и международных экспертов. А уже во второй половине дня участники поделятся на тематические сессии, обсудят такие темы, как инновации и технологическое предпринимательство, цифровая повестка ЕЭС, инициативы и проекты, цифровизация промышленности, индустрия 4.0 и цифровая трансформация сельского хозяйства в ЕЭС. Форум в Алматы проходит по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Идея была озвучена им в октябре 2017 года, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, когда главами государств ЕЭС были утверждены основные направления цифровой повестки до 2025 года. Главная цель форума – выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик, повысить конкурентоспособность страны выпускаемой продукции, а также понять, какие финансовые преимущества несет использование новых технологий. Подробнее об этом мы сейчас и поговорим с президентом Казахстанской ассоциации IT-компаний Нурланом Исиным. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вопрос цифровизации и вообще развития IT-сферы в рамках повестки дня очень актуален. А на какой сфере, на каком этапе сейчас развития IT-сферы, что мешает развитию и какие меры, по Вашему мнению, необходимо принять для того, чтобы мы увидели динамичный рост? Цифровизация, безусловно, это тот тренд, который на сегодня действует последние, усиливается последние годы у нас в Казахстане, а тем более этот тренд действует давно, уже несколько десятков лет. В этом направлении я представляю IT-отрасль Казахстана, который занимается разработкой программного обеспечения, обслуживанием техники и так далее. Поэтому значение этого форума большое, потому что эта работа усиленно начала заниматься посланием президента в конце января 2017 года. И этот тренд нас радует, потому что нам нужно необходимо развивать IT-отрасль, развивать свои собственные компании. И все это не так просто, потому что есть, наверное, ошибки в работе, которые предыдущие лет. Все эти ошибки надо выправлять, потому что сегодня дано усиленное внимание со стороны главы государства этому направлению. И отсюда мы видим, что здесь собрались страны СНГ, которые тоже обшудят совместные действия в области цифровизации наших стран. Как Вы считаете, совместное сотрудничество с другими странами ЕС и Казахстана окажет влияние на развитие IT? Безусловно, когда эта работа идет совместно, значит, работа будет усиляться и так далее. Но, тем не менее, необходимо помнить о том, что эта работа связана с тем, что независимость, значит, это не должна быть совместная работа, не должна превратиться в приоритет какой-то одной страны. Мы должны разделить работу таким образом, чтобы видеть, не попадать в никакие технологические независимости. Но, тем не менее, эта глобализация требует всей совместной работы над всем этим направлением, над которым здесь работает на сегодня весь мир. И, как Вы знаете, цифровые технологии усиленно развиваются, постоянно все изменяется, все изменяется. Все это необходимо отслеживать. Я думаю, мы в этом направлении будем работать. Спасибо Вам большое за информацию. Я напомню, мы беседовали с президентом Казахстанской ассоциации IT-компании Нурланом Исиным. Добавлю в себя, что программа «Цифровой Казахстан» официально презентована в конце прошлого года. В ней также большая роль уделяется IT-сфере, развитию стартапов. Планируется создание международного технопарка «Астана Хаб», который должен стать центром притяжения инновационных проектов. В целом же, главные приоритеты государственной программы – это повышение качества жизни казахстанцев и конкурентоспособности экономики. Прогнозируемый доход, который должна принести программа – порядка двух триллионов тенге. «Цифровой Казахстан» состоит из пяти направлений и включает в себя множество инициатив. Мы в течение дня будем следить за форумом и делиться информацией в прямом эфире, рассказывать о главных заявлениях. Пока у меня все. На этом Альфия. Спасибо, Иван. Напомню, на прямой связи со студией из Алматы был Иван Тулинов. Мы продолжаем. Продолжаем.